здравствуйте здравствуйте я надеюсь меня видно и слышно скажите пожалуйста напишите мне если вы меня видите и слышите так я вижу же оксана оксана уже здесь аида тоже просто вы мне напишите пожалуйста что меня хорошо слышно чтобы я могла начать а то я себя здесь вижу только себя шалом шалом всем отлично хорошо слышно отлично ну значит я тогда буду начинать еще раз здравствуйте всем я очень рада опять встретиться с вами по вторникам уже как всегда в наше время обычное я еще раз представлюсь кто меня не знает я на уме виктория живу в испании я персональный и бизнес коуч и и сегодня мы продолжим урок о великом большим тови основатели хасидизма эта личность была настолько велика что изучение его жизни вообще может у нас занимать вообще очень много времени вот я вам по своему опыту говорю сколько я не изучаю не ищу а не материалов нахожу все больше и больше и больше это великая личность который раскрыл особенное значение тор и ее внутреннее понимание внутреннее содержание с каббалистическими тайнами и секретами объясненными простым людям для того чтобы это им помогало приближаться приближаться к богу это учение большим това она сейчас очень развита есть очень много отвлеклений и сегодняшний хаббат является интеллектуальной частью хасидской школы родился большим тов как вы уже знаете из моих прошлых уроков это можно наверно в записи будет посмотреть если кто не смотрел его и настоящее имя это рав израэль израэль бен и лезер родился он в 1698 году 18 илуля в очень непростое время где-то да не где-то с 1620 года велась велись продолжительные войны на территориях речи посполитной тогда эти территории при нажали принадлежали польской короне и велась война с турции с османской империи на эти земли претендовала россия польша турки поэтому ситуация можете представить какая была очень много лет велась война к тому же 50 лет назад где-то приблизительно эти земли очень сильно пострадали от налетов богдана хамельницкого и от резни гайдамацкой поэтому история как раз вот этот период истории еврейского народа был очень очень сложный в детские с детства в общем то мы знаем что с детства и в юности в молодые годы происходило становление великого великого основателя хасидизма как я сказала раф израэль проводил очень много времени в уединении он жил много лет в пещере на берегу горного озера потом он жил много лет в хижине то есть он уединялся туда да для медитации для изучений для изучения торы для изучения кабалы мы знаем что свои знания он получал посредством древнего еврейского пророка адама большима который передал ему таинственные рукописи кабалы и также как писал свои сам большим в то впоследствии уже в зрелые годы в своих письмах он писал что откровение он получал от подождите я что-то напутала первой ему переданы были рукописи адама адама большима и во второй так и второй источник это был да что он общался к нему приходил древний и израильский пророк ахия шелони вот и раскрывал ему секреты то есть в течение этих лет зарождалось великое учение которое привело к свету многие 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 тысячи людей и до сих пор продолжает приводить вот благодаря многим вот этим годом уединение изучение слияния с творцом слияние вот этого достижение этого состояния 2 кута слияние с творцом о котором я рассказывала прошлый раз большим то в достиг таких высот что иногда даже в наше время простому человеку бывает это сложно понять то есть спал мы знаем что спал большим то в где-то два часа в сутки в среднем он мог проводить без еды многие многие дни не потому что он себя истязал этим а потому что его уровень духовный был настолько велик что он не нуждался в еде и и в сне книга себе большим то в не написал и вся информация что мы имеем о нем это вот из его писем и также оставлено нам его учениками и его понятно современниками до 36 лет большим тоф не открывал своего лица как мудрец и цадик он это тщательно скрывал скрывал он работал учителем кантором синагоге сторону в сторожем в синагоге он работал шухи этом шухи это специалист по ритуальному забиванию скота и мало общался с людьми и вот это его такое очень маленькое общение с людьми было объяснено он сам потом это объяснил тем что когда он достигал 2 кута соединения с творцом чтобы получать раскрытие тайн и формироваться он не умел разговаривать с людьми а как раз в 36 лет когда он получил вот такое разрешение уже от своего наставника который вы научил разговаривать с людьми и не терять вот этого состояния 2 кута тогда большим то после своего раскрытия он представляется всем уже как мудрец как цадик и он начал путешествовать по по галиции начинает странствовать и помогать людям начинает собирать своих учеников и исцелять людей многие из его учеников оставляли свои дома свои семьи и следовали за ним вот как я уже сказала на территории где он родился ситуация была очень сложная да и поэтому вот эти области территории по которым он ходил по которым он рассказывал свои истории он эти он обращался в основном простому народу как я сказала да что была огромная огромная резня во времена богдана хмельницкого и были уничтожены уничтожены вообще практически все центры учености еврейские народ был малообразован жил в перемешку с крестьянами на хуторах в деревнях и вот к таким людям обращал большим то в свои рассказы он общался простым языком с людьми он рассказывал рассказы и эти рассказы помогали людям увидеть любовь творца к ним помогали изменять свои жизни открывать свое сердце и посвящать свою жизнь богу вот так как я уже сказала очень много у нас есть рассказов его учеников один из учеников большим того рассказал очень интересные факты о нем он говорил о том что его учитель он никогда не начинал петь псалмы прежде не созерцая ангела и вот общаясь с ангелом он ангел его обучал мелодии и после того как большим тоф уже знал уже точно какая мелодия как поется после общения с ангелом он только тогда начинал петь 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 псалмы также рассказывал этот ученик о том что как молился большим тоф когда большим тоф начинал молиться я тоже в прошлый раз рассказывала какие были свидетельства когда он молился что трясла земля вода ходуном ходила его также видели над ним стоял огромное такой белый белый свет огромное за озарение было то есть когда он начал молиться он покидал свое человеческое тело физическое тело у него оставалось на месте а он душой возносился верхней миры и там общался с себе подобными он общался с мысеем с маши ехом общался задавал вопросы получал на них ответы вот так же рассказывают о нем что он знал совершенно все языки созданий на земле он знал языки животных языки растений он мог с ними общаться вот и знал также языки всех небесных тоже созданий знаем что на на небе есть тоже свои иерархии и видимо видимо разные языки существуют то есть для большим того не было никаких границ в общении неземными созданиями не с небесными вот также мы знаем о том что большим то смотря на любой предмет он знал в точности когда был сделан этот предмет кем он был сделан и более того даже он знал какие мысли были у человека во время того как он делал этот предмет вот такие вот парадоксальные потрясающие вещи умел делать большим то и говорят один раз он шел ходил где-то по лесам совершенно не не исследованных человеком где вообще не ступала человеческая нога вот он ходил поэтому по этим лесам где-то три дня вы помните да что я рассказывала тоже прошлые разы что это было его любимым занятием он убегал в лес именно в лесу он производил свои молитвы медитации соединения с творцом вот он ходил по лесу и сел отдохнуть на камень около небольшого такого прудика лесного и вдруг увидел огромную огромную жабу эта жаба была настолько велика что просто вот привлекала именно к себе внимание удивление тем что она просто огромна а так как большим то знал языки всех совершенно созданий он мог общаться с ними он стал общаться вот с этой жабой и увидел что произошло с этой жабой то есть потом большим то рассказал этой жабе что состояние вот и вот такое пребывание в этой в теле жабы это было его гиль гуль это реинкарнация была его 500 лет назад эта жаба был талмит хахам талмит хахам это мудрец торы изучающие тору каждый день человек тоже очень высокого духовного уровня может быть раввин и мы должны тоже нашей обязанностью является помогать талмит хахаму поддерживать его и духовно и материально оказывать 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 ему уважение и вот этот талмит хахам совершил нарушение когда он делал не тела от я даем не тела от я даем это ритуальное омовение рук он совершил нарушение и тут же сатан тут как тут наверху там в небесных судах тут же собирает суд против него потому что мы знаем что его занятие как раз и является тем чтобы нас сводить наших с нашего с нашего пути с нашего служения богу предлевали предъявляет суду небесному объявил обвинение вот на этого талмит хахаму что вот он неправильно сделал сделал какое-то нарушение дело не тела от я даем но суд принимает решение о том что это не является таким сильным нарушением чтобы наказывать этого человека но сатан на этом не успокоился и тогда собрал на этого хатан мит хахама вообще все совершенно нарушение которым сделал начиная с своего там сознательного состояния за всю за всю за всю за всю его жизнь и предъявил все уже на решение на суду за что конечно суд уже не мог сказать что у этого мало и эти нарушения были предъявлены тальмит хахаму и он настолько был потрясен этим настолько был огорчен что впал в депрессию после того как он впал в депрессию он ушел в пьянство начал пить все больше и больше ну понятно что если человек начинает пить он уже себя не контролирует и этот человек докатился уже до самых низов когда он уже вообще ничего не соблюдал постоянно все нарушения которые только можно делать он все делал но и за это конечно уже ему его уже наказали и наказали его таким образом что он был реинкарнирован вот в эту жабу в течение пиццы пиццы 500 лет находился вот в этом состоянии и большим тоф объяснил ему что для для нашего всевышнего для кодож баруху для него не существует наших наших нарушений если мы раскаемся в них то есть он ему посоветовал сделать шву раскается и после того как этот человек сильно раскаялся от самого глубокого своего из своего самых глубин своего сердца он был прощен и вот из этой истории мы можем сделать для нас тоже большой урок то есть на каждом шагу каждый день буквально нас подстерегают всякие всякие вот разные такие ситуации где мы падаем может быть мы уже много времени занимались духовной работой мы старались быть лучше старались делать только хорошие дела старались быть хорошим человеком у каждого свое да и мы когда падаем нам очень больно и вот эта вот боль наша может затянуть все нас дальше и дальше вот для нас урок хороший не падать низко после любого падения мы знаем что сделав хорошее раскаяние от живого чистого сердца мы всегда будем прошли прощены и можем продолжать сначала наш наш путь вот еще интересная история мне очень нравится один раз большим тоф сидел был в доме сидел за столом и вдруг начал делать движение странные такие плавательные начал вот так вот махать руками как будто бы он плывет 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 его стали спрашивать в чем дело что это очень странно да человек сидит и вдруг начинает какие-то такие движения делать непонятные спросили в чем дело он говорит что нет нет ничего все нормально и вот прошло некоторое время и в дом вошел незнакомый человек весь мокрый такой испуганный потерянный и стал рассказывать о том что вот вот только что вот он тону и смог спастись он шел по мосту каким-то образом с моста упал до не умел плавать и не умел плавать стал стал тонуть но услышал внутренний голос который говорил ему о том что попробуй ты не умеешь плавать но ты можешь попробовать начни грести делай такие движения плавательные руками плыви 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 и этот человек стал делать то что ему советовал его внутренний голос и таким образом он спасся он выплыл с реки вот при пришел в дом как раз к большим тову вот такие интересные факты о его жизни сегодня хотелось вами поделиться в 1740 году большим тов поселился в беджи бежи это сейчас хмельницкая область где протекала вот его основная деятельность здесь уже он не должен был заботиться о своем пропитании здесь уже ему платила община уже ему собирались и деньги у него были на на проживание и большим том занимался тем что он готовил своих учеников вот и занимался духовной духовной деятельности и вот по моему него было где-то уже около 60 учеников и в основном они все из них стали уже потом духовными лидерами хотя здесь хасидизма уже в следующих поколениях вот сегодня уже наше время смотрю уже прошло 15 минут наше время истекло я может быть еще в следующий раз расскажу немножко о большим тови и муж закончим рассказ о нем и уже можно уже перейдем к следующему цитику я еще раз хочу вас попросить писать мне вопросы и я с удовольствием на них отвечу и всего вам доброго хорошего вам завершения дня всего хорошего хорошего здоровья хорошего настроения будьте всегда веселы если вы совершаете ошибки не переживайте раскаивайтесь в них и продолжайте радостно жить и наслаждаться жизнью всего вам доброго до следующей встречи до свидания